Отработала. Вот и вся неделя прошла опять. Опять воскресенье, опять понедельник. Как это? Державю какой-то. День сурка. Сейчас пойду туда вниз погуляю. Переоделась, видите, парку одела. Холодно. В жилетке была меховой. В ней нафиг вся замерзла. А я еще сейчас на берег пойду к морю. Там вообще ледяной ветер. Поэтому говорю, переоденусь. Поеду в Алькампу за фруктами. Но яблоко осталось. И авокадо не спела. Ой, нифига не спеет. В газету завернула, рядом с яблоками положила. Что без газеты дубовая, что в газете дубовая. Не спеет, нифига. То ли мороз холодно, то ли не знаю чего. Такие вот дела. Смотришь, к вам покажу. Музыка Знаете, я после работы устаю не в плане физическом. Ну и в физическом тоже. Ну по субботам. Потому что суббота такая вот. Такой день прям насыщенный. От того, что с ними со всеми болтать надо. С моими клиентками. С ними же нужно поговорить. Выслушать. Разговориться. В общем. И о чем мы с ними говорим. В основном мы говорим с ними о погоде. Вот вчера, например, дождик был. Мы это обсуждали. Это очень, как говорится, такая тема. Животребещий. Я все хочу посмотреть на Сера-Невада, что там снег выпал. А там видите, все в облаках. Ну выпал. Видно, что выпал. Думаю, может быть съездить как-нибудь на днях туда. Снега. Вот. А еще мы разговариваем. Тема еды. Это вообще жир. Эта тема всегда срабатывает. И вы знаете, я вот сейчас иду и думаю, что там все говорят средиземноморская диета. И все такое. Она очень полезная. Ля-ля-ля-ля-та-па-ля. То есть все испанцы готовят правильно. Там все это не калорийно. Но вот по... Может быть это знаете. Это сейчас так. Вот эти последние годы. В принципе оно во всем мире начинает правильно питаться. Правильно. Но по рецептам и вот по тому, что мне говорят мои клиентки, что они готовят. Там нифига не средиземноморская диета. Там нифига ничего полезного нету. Вообще испанцы очень любят все жарить в оливковом масле. Причем не просто жарить, а вот прям чтобы там все плавало в этом оливковом масле. И все это жареное. Если рыба, то она обязательно обваленная в муке и жареная. Даже картофельный омлет, тортия да патата, картошку они жарят. Вот чтобы там было очень много масла. Чтобы она даже не жарилась, а вот там варилась. Вот так в этом масле. Прям вот так вот все потом. Вот это вот все течет. Поэтому я делаю, не делаю много масла. Я вообще масло жирное не переношу. Я не ем. У меня это даже рвотный рефлекс какой-то. Поэтому я не так. А они вот даже у них, допустим, какие-то то же самое, я не знаю. В общем, они все тортитос де камерон. Это маленькие такие креветочки малюсенькие. Они делают массу, ну типа оладушек. Добавляют туда вот эти вот маленькие креветочки. И тоже все это обжаривается в большом количестве масла. Пончики в масле обжариваются. Даже соус, допустим, есть такое блюдо у них. Бакалаву кунтоматы. Это треска в томатном соусе. Так треска для этого блюда сначала обжаривается в муке тоже на масле. В муке на масле. Соусы разные делают, допустим. Ой, я не знаю, какое блюдо сказать. Ну, в общем, чтобы оно такое было, знаете, настоявшееся, они делают, значит, обжаривают хлеб. Сначала обжаривают чеснок на оливковом масле. Потом в этом оливковом масле хлеб. Потом, значит, они все это блендером друм-друм-друм. И добавляют там либо в суп, сопа де мориска даже тоже в нем. Почему он такой суп? Сопа де мориска это суп из морепродуктов. Но там тоже присутствует жареный вот этот вот хлеб. То есть не так все это полезно, как казалось бы, со стороны. Потому что бабушки-то мне рассказывают рецепты всякие. И вот я сейчас иду и задумываюсь. А как же знаменитая эта диета среднезаминоморская? Да нифига она не диета. Типа много морепродуктов, много рыбы. Да, но все это жареное, обжаренное масле плавающееся. Поэтому, да, тем более. Вот у меня даже одна клиентка есть. Она говорит, у меня сын, вот, он хочет еду, такую правильную, там, зелень, овощи. А я, говорит, не умею готовить. Он говорит, сделай мне рыбу на гриле. А говорит, а я не умею. Я только жареное умею делать. Много-много масла, чтоб там было. Представляете? То есть, вот такая вот, мне кажется, слишком большую ей, как дали фаму, да, как это, как это называется, фаму славу, что вот там, типа диета, в Испании правильно питаются. Ничего тут неправильно питаются. Тут все так же, очень много полных людей, которые нифига не питаются правильно. Хотя сейчас очень много начали, да, овощей есть, следить за своим питанием, заниматься спортом. Вот. Так что, вот так вот вам рассказала. Это вот о чем я, потому что, я сейчас сижу, вот такая еду и вспоминаю, о чем же я с клиентками разговариваю, о еде. И вот они мне рассказывают, что делают там, что готовят. И сильно полезного-то там ничего такого нет. Все жареное, пережареное у меня. У нас даже сестра, вот она тоже, у них вообще в семье, у мужа сестра, вообще у них, по-моему, проблемы в семье, у них все полные. Потому что едят вот это все такое. Любят они всякие, знаете, вот эти вот пакетики с картошкой жареной там. Вот это вот все такое. Все, что вкусное любят. Ну, кто не любит? Я люблю, я все люблю. Я тоже все, что вредное, я очень люблю. Но стараюсь это не покупать. А если я куплю, то обязательно сожру. Вот так. Так что лучше куплю, пойду фруктов. И буду их наяривать. Это что касается еды. В испанских семьях. А еще у них, знаете, что положено? Ну, не положено. Почти многие семьи это соблюдают, что в субботу все собираются вместе. Вот у меня сколько клиенток бабушек. И они постоянно у них в субботу все дети к ним приходят. И они готовят. Я даже, знаете, знаю, у одной у нее внук учится в Гранаде. И она всегда мне говорит, ой, я вот завтра буду паэлью готовить. Я знаю, что раз она делает паэлью, то значит к ней приезжает внук с Гранадой. Потому что он очень любит паэлью. Она такая, ты откуда знаешь? Я говорю, знаю. И вот они любят в субботу собираться все вместе. Или в воскресенье. У кого какой день. Но обязательно собираются все вместе. Вот с семьей. Как бы семейные традиции. Мне кажется, это вообще очень хорошо и зашибись. Когда вся семья собирается со своими детьми. Или там готовит мама всегда обычно. Я говорю все по моим клиенткам и по семье моего мужа. Не знаю, может быть у кого-то не так. Но все, что я рассказываю, это рассказываю не выдумываю из головы. А все, что рассказывают мне мои клиентки. У меня где-то 60% моих клиенток это бабушки, которым 70-80 лет. 60%. Остальные 40% это где-то мои ровесники. Ну и лет 40-50. Вот так. Я считаю их молодыми. И вот мои бабушки всегда вот так вот рассказывают. И вот так вот они готовят. И к ним всегда по субботам или воскресеньям приходят все их дети. Раньше в семьях очень было много детей. Я смеюсь, говорю, ну конечно, телевизора-то не было. Чем еще заниматься? Чем еще заниматься, как мне делать детей? Они смеются. Вообще здесь, знаете, с бабушками можно разговаривать на любые темы. Они не такие замкнутые. С ними обо всем можно разговаривать. Они сами тебе все расскажут. Вообще не стесняются такие, знаете. Вот. Ну не знаю. Не такие замкнутые что ли. Вот я просто вспоминаю своих бабушек в деревне у нас. Это вот прям бабушки-бабушки. Причем там бабушки были лет в 50-55-60 уже прям бабушки были. А здесь в 60. Какая бабушка? Еще молодая женщина. Еще у Гогу. Они здесь. У них здесь даже в передаче есть. На канале. Там именно для бабушек и дедушек ищут паре, ищут пару. Причем бабушки 70-80-90 лет, и им ищут пары. Представляете? Чтобы они ходили на танцы. Здесь даже у нас больше дискотек и всяких там, я не знаю, танцевальных залов для бабушек, чем для молодежи. Я всегда смеюсь, например, вот в этом городе, где я работаю. Ну, город, деревня. Здесь есть, допустим, одна дискотека, которая работает. Смотрите, какие миленькие. Любит Чарль у меня кошек. Вот, который работает и зимой, и летом. Дискотека для бабушек и для дедушек. А для молодежи нифига ничего нет. Никакой дискотеки. Вот так вот. Вот вам немножко рассказала. Если интересно, ставим лайки. И пишем в комментариях, если интересно. Буду еще что-нибудь рассказывать. Что мне рассказывают мои клиенточки. Пока помню. Вот так, ладно. Еще кружочек сделаю. И поеду в Алькампу за вкусняшками. За фруктами. Фруктики, фруктики. Смотрите, никогда не думала, что могу в Алькампу найти спагетти из гречки. Я всегда слышала там в ютуб русском, да, что гречневые спагетти, там макароны делают. Но чтобы у нас... Потому что в Испании гречку не очень-то ее любят. Если едят, то только... Ну, я сейчас в биопродукт такие. Здесь, смотрите, например, есть это пшено. Евро восемьдесят девять, двести пятьдесят грамм. А вот еще гречневые спагетти нашла. Прикол. Правда, они немного дорогие. Четыре евро полкило. Но мне бы, знаете, хотелось попробовать. Интересно очень. Эти вот, эти с чего. В общем, смотрю тут, высматриваю. Это кускус. Кускус я как-то не очень. В общем, все здесь био. А гречка у нас вот тут тоже гречка. Где она была? О, где гречка-то? Тут сейчас увидела. Потерялась я. Но она такая, не эта. Зеленая. А, вон там она, гречка. Но она зеленая. Вот, смотрите. Молодой человек свалит. Вот, видите, она зеленая. Говорят, более полезная. Но вкус совершенно другой. Амарант. Представляете, а что сделать с амарантом? Я даже не знала, что у нас такое продается. А, видите, продается. Всякие семечки. И народ тусуется, в принципе, в биопродуктах. Интересно я так вот зырки попялить. Я там вам дома... Ну, давайте сейчас покажу. Это молоко мне очень нравится для завтрака. Такие творожки взяла. Тоже их обожаю. Лосось взяла немного. Потому что я вот такой вот творожный, типа альмета, наверное, мне напоминает. Что-то попробую. Вот этот сырок всегда у меня должен быть в холодильнике. Я его для супов пюре. И так вообще... Ну, вообще, обычно для супов пюре готовлю. Яйца. Яблоки одни, яблоки другие. Два помидора. Представляете, два помидора взяла. Потому что хочу сделать с моцареллой. Кстати, вот она, моцарелла. Взяла вот такие десертики без сахара. Я после обеда не могу без десертов. Клубника. Киви. А это тоже на завтрак. Шоколадный сыр. Бананы. В общем... А, и это мужу взяла вот такую ветчину. О, кукурузные палочки. Вы посмотрите, я вообще... А, ну, может быть, кукурузные палочки здесь продаются вообще-то. Но не сладкие. С сыром какие-нибудь. Кукурузные палочки. Я такая дурочка. Кукурузные палочки с сыром вот эти все продаются. Ну, а вот сладкие, чтобы то нет. Всякие оливки, молитвки. Это вот все биопродукты. Био, био. Целотдел сделали. Раньше немножко было всего. А сейчас, прям, гляньте, чего только нету. Экологически чистые продукты. А это, наверное, все для веганов. Если я так понимаю. Всякие колбаски, молбаски. Можно веганом стать. Смотрите, сколько всего вкусняшек. А что? А вот это нет. Это уже экологический продукт. Хамон разный экологический. Все это для меня это все обман. Написать можно, знаете, все. На заборе тоже написано. Не знаю. Не верю я все это вот, чтобы прям вот как-то... Не знаю. Для чистки совести, может быть, можно все поесть. Почему так? Идем за свеклу, пойду схожу. Вот так. Народу до хера. Конечно, время такое неудачное я выбрала. Свеколочку красненькую возьму. Где-то она. Если она, конечно, есть. Ее не разобрали. Что-то я ее в упор не вижу. А, вот она. Вот она, вот она. 72 цента стоит 3 штуки. Ну, ладно. Пойду дальше смотреть. В принципе, вы все уже это видели. Единственное, что я взяла себе чай. Из-за шиповника. Ибиску. Ибиска, что-то я забыла, что такое. Вот шиповник с чем-то в общем. И вот такой. Но он стресс. От стресса, чтобы не возбуждаться, скажем так. Быть спокойной, как удав. Сделала себе смюзи. Он стоит, настаивается. Потому что добавила семена чая. Я постоянно про них забываю. Про эту чаю. Что она у меня есть. И вот сейчас добавила. Буду сейчас все разбирать. В холодильник. И все. И пить. Время уже довольно поздно. И пить свой смузи. Смузи-музи. Моя аллергия цветет и процветает, скажем так. Но больше на этой стороне 2 пупрышки выскочила. Не знаю от чего. Вроде ничего такого нового не ела. Никаких порошков новых не делала. Вообще ничего нового такого не было. От чего могло бы выйти аллергия. Ну, видимо, дано ей вылезти. И все. Главное, что у меня не особенно сыпи много. Поэтому, может быть, благодаря таблеткам вот этим, которые я пью. Они специально для этой сыпи. Но не знаю. В общем, пройдет. Ничего страшного. Не умрем от 2 пупрышек. Пупрышек. Моя рыба там кушает. И вот я стою на кухне, пока он ест. Потому что, если я уйду с кухни, то он перестанет есть. Вот так всегда. Когда вижу, что он начинает кушать, даже смотреть на него нельзя. Иначе он отвлечется. И не будет кушать. Такой вот. Мне бы его аппетит. Хотя нет. Он нашу еду очень даже хочет. Очень. Я вот сегодня рыбу ела с картошкой. Он бы рыбу мою сожрал. Она ему очень нравится. Лосось его в любом виде. Даже вот в маринованном виде он ест. Картошку нельзя собакам. Ну и сегодня он мало урвал еды. Поэтому он свою еду пожрал. Так что вот такие у нас пироги. Завтра воскресенье. Не знаю, что будем делать. Но вы подписывайтесь. Вдруг что интересное будет. И всем пока. И до завтра. Пока.